В прошлом году мы эту программу начали, у нас 6 дворовых территорий прошли и закончены. Где-то успешно, где-то мы сейчас рассмотрим эти вопросы. Я имею ввиду всесоюзная 3-3, там половина работы еще нам предстоит в этом году закончить, потому что мы заявились и проговорили об этом дворе. Соответственно, посмотрим предложение по включению в городскую среду на 2018 год. Вы знаете, что проходит очень активное обсуждение среди жителей нашего города о общественной зоне, которая будет подлежать включению в программу на 2018 год. Соответственно, мы ее тоже включаем. Я всем напоминаю, что эта программа включает под собой благоустройство дворов и необходимым условием это одна общественная зона, которая также подлежит включению в эту городскую среду. В данный период у нас проходит голосование в виде анонимного. То есть, видите, урны установлены в четырех местах города. Это у нас на 1-5 одна урна установлена. Одна урна установлена как оперативный 1-й дом 26-й торгового центра «Мега». Одна на ТК «Карабелла» в Джоникидзе, одна в детской школе «Свежда» в Севернука, совершенно верно. Сюда можно будет привлекать и жителям также разъяснять, что в этой программе и они принимают активное участие не только с точки зрения каких-то пожеланий, но есть и участие по реализации этой программы. Безусловно, это и управляющие компании, которые обслуживают наш жилой фонд, и жители за них проголосовали. Безусловно, они тоже должны быть вовлечены в этот процесс. И, безусловно, мы ставим вопрос прозрачности выбранных адресов. Не только в части общественной зоны, но и тех адресов, которые попадут у нас в программу на 2018 год. Это принципиально очень важный момент. 08.92.2018 за парк «Комсомольский» проголосовало 418 человек, за парк имени Войкова 380, за сквер в районе узловного дыха «Черепашка» 115 и примерно поровну у нас парк имени Юлия Гагарина, сквер «Аленка» и сквер «Летчиков» от 46 до 58%. То есть у нас есть явные лидеры в голосовании, как парк «Комсомольский». Процент увеличился? Нет, это количественный учет именно в количестве бюллетеней, сколько человек.